Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июня, я вот заканчиваю высадку перца в теплицу. Уже почти весь перец у меня рассажен. И я снимала подробное пошаговое видео каждую операцию. Но для тех, кому не нужно смотреть, как я грядки вымеряю, как я лунки там высаживаю, просто кто интересуется, чем заправить лунку при высадке перца. Ой, смотрите, мозоль натерла. Вот это перец у меня. И вот смотрите, я делаю так. У меня вот пока сейчас была рыбная мука и зола, я половину теплицы сделала как экологический вариант, как я говорила. Если есть возможность, то делаем натуральные вот эти добавки. Я добавляла рыбную муку и золу. Перегной здесь уже есть, он рассыпан здесь в грунте. Поэтому вот так долго я вот этим совком мешаю, мешаю, мешаю целый день. Потом я все это перемешиваю. И в этом году я еще добавляла по таблетке глиоклодина. Потому что в прошлом году у меня первый раз случилась такая неприятность. Я высадила свои перцы, были хорошие, все. И потом один сорт, именно почему-то лимонное чудо, остановился в росте, начал так как бы увидать. И потом они постепенно, 4 по-моему, 3 или 4 штучки, они постепенно погибли. И я когда выдернула его, посмотрела, вот при посадке был такой же вот корень, хороший, белый. Я выдернула его, посмотрела, оказался коричневый корень, такой как отмерзший. Я поняла, что у него какая-то корневая гниль, вот это грибковое заболевание. И в этом году вот этот фунгицид природный против всяких корневых гнилей, против бактериальных заболеваний, именно почвенных, чтобы обеззараживать почву, я в этом году решила по одной таблетке в каждую луночку положить. Использование очень просто, закапываем таблетку в грунт, не надо ни растворять, ничего. Глубже 1 см, то есть прям туда. Я вот беру, сейчас скажу, я беру просто вот так таблетку, когда вот сейчас это размешаю, все, беру таблетку вот так вот, и пальцем его вот по фалангу так раз, заталкиваю, все. Потом высаживаю, как обычно, растение. Но если я все перемешаю, просто у меня рука занята. И все, там начинают вот эти полезные грибки распространяться и защищать наше растение. Вот сегодня один зритель, на моем канале есть зритель, который дает грамотные и хорошие комментарии, он сказал, что можно вырастить самим. Вот там на канале, на одном из каналов учат, как вот эту триходерму выращивать. Но дело в том, что у кого есть время, да, можно и вырастить. Вот мне проще купить в магазине, потому что сейчас время поджимает, нужно именно сейчас, вот именно сегодня мне это нужно. И до этого было некогда. Вот у кого нет времени, можно купить в магазине. Сейчас покажу вам пачку. Я вчера показывала, я, кстати, вспомнила про нее, когда вчера одна зрительница пожаловалась, что у нее томаты после высадки заболели, умерли. Вот такая пачка, это все биопрепараты. И вот один из вариантов заправки я заправила вот так вот, без всяких. Сейчас у меня кончается зал, о, это рыбная мука, дальше буду заправлять совсем по-другому. Дальше буду добавлять, возможно, амофос и серно-кислый калий. Потому что природные добавки закончатся, перейду на фабричные, на магазинные. На весь огород никогда у меня не хватает ни золы, ни рыбной муки. Я делаю половину так, половину так. Считаю, оба способа имеют место, ну как, имеют право на существование в огороде. У кого есть зола, рыбная мука, природный перегной, все это добавляйте. У кого нет, если в меру, если по инструкции, можно заправлять и минеральными удобрениями, купленными в магазине. Главное, чтобы вы своим перцем на начальном этапе заправили лунку, чтобы там были азот, фосфор и калий. Все в таких вот, в разумных пределах. Все, до свидания. Вот, я рассказала вам, что я добавляю в лунки.